Музыка Мы станем страшными эгоистами Нарциссами Отвратителем нет Какая продъемная группа Потому что у многих людей Нет даже такой цели Как полюбить себя Потому что они уверены Любовь к себе равна эгоизму Хотя это вообще разные вещи Любовь к себе это я понимаю свои потребности И я их спокойно удовлетворяю Эгоизм это я принимаю свои потребности И хочу чтобы другие их удовлетворяли А что они хотят мне вообще удовлетворять Я сегодня в Москве Для того чтобы посетить Персональную тренировку Киры Нуар Любой полдэнсер знает это имя Если вы это имя не знаете Советую просто вам повыгнуть Кто такая Киры Нуар в ютубе Я думаю что ее танцы Ее номера вас просто потрясут Это блистательный танцор Это великолепный танцор Она очень вдохновляет Мне безумно нравится в ней то Что она одинаково легко Органично и блестяще танцует Как экзот Так и артистика Обычно как-то все-таки Молдэнсеры делятся На таких два лагеря Две банды Либо ты экзотик И танцуешь на каблуках Стрипах С разножками С разведением ног Со всякими волнами С элементами соблазнения Либо ты артистика И занимаешься искусством Воздушной гимнастикой Воздушным эквилибром То есть больше показываешь Цирк Дзюсалей Вот Кира Это один из тех Речайших Примеров Человека Который одинаково Успешен и органичен И в том и в другом Как в элементах Соблазнения и экзотик Так и в артистике В особой искусстве Я очень давно К ней мечтала попасть Но ее тяжело Застать в России Она все время в разъездах Таити Шри-Ланка Штаты Европа Ее даже в родном Питере Поймать сложно А тут такая удача Что она приехала в Москву И я умудрилась К ней записаться На персональную тренировку Я не могу ее Если честно Потому что я сейчас После Полутора месячного Отдыха в Штатах Я, прямо скажем Не в лучшей физической форме Я ослабла Когда делаешь первый тренировок Первое, что падает Очень сильно Это выносливость Сделаешь два элемента Два захода в рогатку Один флаг сделал Все Тренировка кончилась Я кончился Поэтому, честно Я не знаю Как я сейчас себя Смогу показать Боюсь, что в не лучшем виде И еще я немножко Переживаю То, что О Кире я не знаю Абсолютно ничего Никто из моих знакомых Еще не был на ее мастер-классах У нее не тренировался Я принципиально Хожу только к няшным тренерам То есть я в плане спорта Я страшная неженка Я хожу только к тем тренерам Только к тем танцорам Которые Ласковые Добрые Мотивирующие Поддерживающие Просто я для себя хорошо знаю Я такой человек Что если мне скажешь Ты умничка Ты молодец У тебя все получается Все классно Ты очень талантливая Все хорошо Все будет Все получится Ты все сделаешь Как бы если со мной Ласково обращаться Я действительно Сделаю все И еще немного Если меня хвалить Я буду просто горы сворачивать Но Если меня зачумарить Если мне сказать Что-то плохое У меня очень быстро Опускаются руки Я перестаю в себя верить Меня это демотивирует И я просто перестаю Получать удовольствие От спорта Поэтому я никогда Не хожу к тренерам Пусть даже самым звездным Самым крутым Самым профессиональным Если они известны Своей жесткостью Своей строгостью Своей склонностью Чморить учеников Действительно Есть такие звезды Полтдэнсы Которые Притом что они Прекрасны сами Но на мастер-классах Они могут тебя зачморить Сказать Ты что Год занимаешься Спичак до сих пор Не делаешь Ну ты Блин Безборь Че ты вообще Своим телом И вот такого Мне просто не надо Я очень надеюсь Что Кира Окажется Няшечкой Потому что я Я хожу По Мещеряковой Я хожу Потому что она няшная К Насте Скухторовой Я люблю ходить К Егору Чуракову К Кристину Думанской Даша Мандрик Вот это все Супер няшные тренеры Рядом с которыми Ты начинаешь Больше верить в себя В свои силы Они постоянно тебе говорят Как ты молодец Как ты талантлив Как у тебя все хорошо получается И вот Поэтому от их Мастер-классов Я всегда очень заряжаюсь Ну вот посмотрим Как пройдет Сегодняшняя тренировка Надеюсь Что все будет Гладко адекватно Что я не провалюсь В пилонную депрессию Я сейчас Вхожу из своего Родимого издательства Эксмо Много лет Мы с ними сотрудничали И сейчас Я только что Подписала контракт На выпуск Аудиокниг Так что Совсем скоро Все мои книги Будут доступны В аудиоварианте Это конечно приятно Но хотя Следующая книга Печатная У меня выйдет В другом уже издательстве В Питере Ну Об этом потом расскажу Сейчас я направляюсь На тренировку Настроение Бодрое Так что Будет быть весело Вообще Я не могу сказать Что я очень сильно Люблю Москву Хотя я здесь работаю С 18 лет И езжу сюда С 18 лет Я до сих пор Так и Не привыкла К этому городу Не то что Я его прям ненавижу Нет Я нормально К ней отношусь Но Я не могу сказать Что я фанат Я люблю тебя Москва Это вообще не проблема Вообще Я как поняла После Поездки в Америку Что Для того Чтобы тебе в городе Было комфортно Самое главное Чтобы твой личный ритм Совпадал С ритмом города Грубо говоря Чтобы твое сердце Билось В такт Сердцу города Вот Москва для меня Слишком быстро И у меня ощущение Что город постоянно Бежит 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 И при этом Опаздывает И при этом Не продвигается Ни на миллиметр Поэтому Мне здесь Хорошо Максимум День Ну два Потом я уже Начинаю Уставать от него Тоже Перейду на красный сердце Все перебегают на красный свет Я перебегаю Хотя мне некуда Спешить У меня целый час Еще И все бегут Я тоже должна Бежать Понимаете Дверь наоборот Дверь для меня Слишком медленная У меня ощущение Что этот город Вообще Стоит на месте И ничего не делает Никуда не двигается Поэтому Медленнее твери Наверное Только какие-нибудь Острова Типа Пхукет Маврикия Там Где совсем полный Чил Слоу моушен Это тоже Не по мне Вот пока Из всех городов Где я была По темпо-ритму Я совпала Только С Лос-Анджелесом И с Римом Вот Рим Лос-Анджелес Два города Где комфортный Для меня темп Он вроде динамичный Интересный Что-то происходит Но нет Это ощущение Постоянной суеты Спешки Как белка в колесе Крутишься На одном месте Бежишь Это прикольно В смысле Не белкой в колесе Быть прикольно А прикольно Найти город В котором Ты чувствуешь себя Комфортно Который Живет Дышит Двигается В том же ритме В том же темпе Что и ты Здесь очень Все супер Ну ладно Я в этом мире Не для того Чтобы осуждать А для того Чтобы познавать И принимать Правильно Поэтому Москву Тоже принимаю Такое Какое Она есть Беру из нее Все самое лучшее И полностью Игнорирую Проваливаю То, что мне Здесь не нравится Чисто Скинуть Да Да Чисто Так Ну На память Смотри Вот сюда Представь Лучше Делись Вот тут Сюда Потому что Из того Положения У тебя Изначально Корпус Сюда Открыт Так Что У тебя Меньше Хваток Здесь Вот Вот Ты Взялась Вот Ты Как Тебя Вытянула Спасибо И Пошла У тебя Тебя У меня рука Нога Вот Здесь Хват Первый Рука Бедро Вот Сделала Взрыв И Задынулась Шикарно Тебя У тебя У тебя У тебя Очень близко Стоит Тебя 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 Прямо Тебя 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 Это очень тяжело придумать, потому что слишком далеко. Т.е. тебе нужно расстояние примерно как от кола до плечей. Ты все ню, с теми, с теми, с теми, с теми. Но я не знаю, ничего не делал. Ну что, я только что вышла с тренировки. Кира мне очень понравилась. Она оказалась мяшный тренер, хороший, мотивирующий, все как я люблю. Тренировка была очень интересная. Мы разобрали срывы, переходы, фонжи, подводящие к фонжи. Теперь у меня есть мотивация, я хочу месяц долбить подводящие упражнения к фонжи, чтобы где-то через месяц, через полтора поехать к Кире в Питер и уже, так сказать, добить этот элемент, о котором я мечтаю. В принципе, по моим меркам тренировка была не очень тяжелая, не очень утомительная. То есть в таком режиме мне даже часа было маловато, я бы еще часик потанцевала бы, если честно. Вот. Ну я прям очень вдохновлена. Да, конечно, тренировка не прошла бесследно. Срыв оставил ожог на животе. Заживать он будет фиг знать, сколько этот засос. Муж опять будет глумиться надо мной. Но я считаю, что оно того стоило. Потому что сама я этот срыв разбирала, разбирала и никак не могла сделать. Теперь вот, наконец, допетрила. Так что огромное спасибо за вдохновение. Будем тренироваться. У меня сегодня свободный достаточно день. Я в Твери гуляю. Тут на берегу Волги под дождем. Хочу вам рассказать о дизайне человека. У меня в инстаграме просто одолели вопросами, что я думаю о дизайне человека. Вот сегодня я вам расскажу. Потому что я прошла консультацию, скайп-консультацию. Мне сделали индивидуальный бодиграф, разбор. Поэтому есть впечатление. Изначально, конечно, я подумала. Я была очень скептически настроена. Думаю, дизайне человека. Ну-ну. Это когда ты называешь свое время рождения, свою дату рождения и свое место рождения. И по этим трем данным тебе составляет твой полный психологический портрет. Кто ты? Каково твое предназначение? Какова твоя миссия в жизни? Какие у тебя сильные, слабые стороны? В общем, рассказывают прям все-все-все твое подноготное. Я думаю, блин, ну понятно. Что-то типа астрологии, только более новомодное. Но решила не спешить с выводами. Тем более, что я познакомилась со Светланой Саенко. Очень приятная, очень милая девушка. Очень такая интеллигентная. Она блогер. Она специалист как раз по human design. Достаточно опытный, достаточно востребованный. Чтобы к ней на консультацию попасть, я дней 10, если не 2 недели ждала. Ссылочку на ее канал я даю в описании к этому видео. В общем, мы со Светой познакомились. И она так понравилась. Мне очень приятная, интеллигентная, тактичная. Такая миляга прям. Говорит, давай я тебе сделаю разбор. Я тебе составлю твой индивидуальный бодиграф. Ну и проконсультирую тебя. Думаю, ну давайте попробуем. В общем, встала я в 10 утра, совершив тем самым подвиг. На скайп-консультацию. И Света мне, в общем, выдала полную картину. Честно скажу, что когда она мне говорила, мой психологический портрет, мое предназначение в жизни, мои сильные стороны, не могу сказать, что меня это сильно впечатлило. Рекомендации были хорошие, правильные, грамотные, мудрые. Но, на мой взгляд, очень общие. Я думаю, блин, ну такое можно сказать про любого человека. Твоя миссия там спасать, помогать людям. Блин, ну это про любого человека можно сказать. Тебе нужно там в жизни, ты манифестирующий генератор, да, я оказалась манифестирующим генератором. Это значит, что я очень энергичный человек, меня переполняет энергия, вдохновение. Я вдохновляю других, я часто веду за собой других. Мне нужно в жизни замедлиться, больше слушать себя, свое внутреннее. Я думаю, блин, ну это можно про каждого сказать. Это для любого будет полезно. Тебе нужно развивать терпение. Блин, а кому не нужно развивать терпение, да? То есть вот пока был общий психологический портрет, я так слушала, ну да, 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 да. Это все очень какие-то правильные общие слова. Но, когда Света заговорила о моем внутреннем авторитете, дело в том, что у каждого человека есть свой внутренний авторитет. У каждого он будет разным. Что такое внутренний авторитет? Это то, что мы должны слушать. Это то, каким голосом с нами говорит интуиция. Наверняка вы часто сталкивались с такой проблемой, блин, слушать свой разум или чувство, или жопу свою, или что мне слушать, да, как мне принимать решение. В голове много голосов, какой из них правильный, какой из них ведет меня в нужном направлении. И вот тут Света сказала, твой внутренний авторитет – это сакрал. То есть, ты должна слушать отклик своего тела. Тебе кинули какую-то идею, и ты слушаешь, как мое тело откликается. Есть? Да, 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 да. Или не, не. И вот, когда она это сказала, меня просто вот щелкнуло. Я думаю, офигеть, действительно, так и есть. Я заметила. Мне, я человек неинтуитивный. Мне тяжело слушать и слышать свою интуицию. Мне кажется, что я часто интуиции не доверяю. Часто я не понимаю, это интуиция или что. Но, вот мое тело всегда говорит мне правду. Когда я чувствую, блин, мне лень, я сегодня не хочу. Или, блин, да ну нафиг надо. Всегда, действительно, это правильное ощущение. Или наоборот, когда я чувствую, да, мне нужно, я хочу. У меня прям вот, прям шило в жопе, говорит, беги и делай. Это действительно правильно. То есть, сигналы моего тела меня никогда не подводили. И когда Света сказала, что да, действительно, твое тело, да, оно будет давать самый верный отклик. Когда у тебя надо принять решение, слушай, что тебе скажет твое тело, какие будут в нем ощущения. Ощущения, да, 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 я хочу или неохота. Вот тут я уже заинтересовалась, думаю, так, это уже интересно, это прикольно, что дальше. Ну, когда Света говорила, да, о моих достоинствах, о сильных сторонах, о моей миссии, тут тоже как бы для меня она Америку не открыла, потому что я, в принципе, это все знала. Но, когда она заговорила о моих недостатках, о моих слабостях, я просто готова была устроить стоячую овацию. Это было просто гениально, потому что, наверное, ни в одном разделе психологии, даже в горячо любимом мною НЛП, которое в плане трансформации человека может все, но вот в плане работы с недостатками, дизайн человека – это пока самое гениальное, что я встречала. Потому что оно очень простое. Ведь у каждого человека есть какие-то недостатки. И мы думаем, блин, ну что мне с недостатками делать? Либо скрывать их, либо как-то избавляться от них, либо как-то прорабатывать, трансформировать, либо принимать, учиться жить с ними. То есть много вот этих вот способов работы с недостатками, но в дизайне человека совершенно гениальный подход. Там наши недостатки называются открытыми центрами. У нас нет недостатков как таковых, у нас есть открытые центры. То есть наши чувствительные какие-то точки, уязвимые точки, на которые мы часто ведемся, цепляемся, по которым мы часто получаем и из-за этого страдаем. Так вот, если ты знаешь свои открытые центры, если ты знаешь вот эти свои уязвимые точки, ты можешь их просто защитить и жить совершенно спокойно, гармонично и комфортно. Например, у меня открыт теменной центр. Что это значит? Что я очень сильно впитываю чужие мысли. Я цепляю чужие мысли, как глупка. И очень часто я могу переживать из-за чужой подцепленной мысли. Например, сидим с подругой, болтаем, и подруга жалуется, блин, мне мой муж подарков не дарит, тра-та-та-та-та. И я могу даже подумать, блин, что за глупость? Ну не дарит и не дарит. Подумаешь, какая фигня, неужели из-за этого стоит переживать? Но подцепив эту мысль от нее, уже через неделю я могу вдруг задуматься, блин, а ведь мой муж мне тоже подарков не дарит. Блин, а ведь это косяк. А ведь кому-то Порше и Ломборджи не дарят. А почему мне... И я начинаю переживать чужую проблему. И я начинаю ее принимать. Она у меня поселилась в голову, я ее сделала своей. И я начала переживать из-за нее, как из-за своей. И мне уже начинает казаться, что это моя мысль. И я даже могу пойти и предъявить своему мужу, почему ты мне подарков не даришь? Он в шоке, он... Не дарю подарков, дарю тебе все, что ты хочешь, я тебе всегда покупаю. Нет, ну так, что вот в коробочке с ленточкой ты мне не даришь подарков. Да, понимаете? И я могу начать предъявлять и переживать совершенно какую-то чужую проблему. И зная о том, что у меня открытый центр теменой, что я чувствительна к чужим мыслям, теперь я просто понимаю, что мне надо фильтровать. Это вообще моя мысль? Это вообще моя проблема? Это вообще меня заботит на самом деле? Или я просто подцепила чужое и сейчас переживаю и раскручиваю это как свое? Это просто очень гениальный и простой метод, действительно. Также у меня, например, открыт эмоциональный центр. То есть я очень чувствительна к чужим эмоциям. Стоит какому-то человеку зайти в комнату агрессивному или плачущему, расстраиваешься. Я могу просто раз сразу же и подцепить. Ой, ты расстроен, я тоже расстроена вместе с тобой. Ой, ты плачешь, я тоже плачу вместе с тобой. Ой, да, то есть я очень чувствительна, я восприимчива. И зная это, Света сказала, тебе просто противопоказано находиться в одном помещении с эмоционирующим человеком. Как вот диабетику, ну ему нельзя сладкое. Вот нельзя и все. Точно так же, говорит, тебе нельзя. Вот стоит с тобой человек и орет дурниной. Ты должна встать и выйти из комнаты. Все. Или там стоит человек с тобой и ревет три ручья. Ты должна либо как-то абстрагироваться, либо просто встать и выйти из комнаты. Когда я это поняла, что для меня это хорошо, мне стало настолько круто, настолько легко. Я думаю, да, действительно. Человек пришел с агрессивными намерениями. Я могу ему просто сказать, слушай, ты успокоишься, мы поговорим. Сейчас я это слушать не буду. Встала, ушла. Когда я поняла, что действительно вот у меня чувствительный эмоциональный центр и для меня оптимально будет так, я думаю, блин, действительно, меня это просто очень оградит, очень убережет и очень действительно эмоционально очистит. А то я это выслушиваю, а потом, блин, дышу эффективное прощение, чищу все это делаю. А я могу просто вообще изначально, зная, что у меня этот центр чувствительный, просто не пускать в себя эти эмоции. Это будет намного проще и круче для меня. Также у меня открыт эго-центр. Я это всегда знала, Света это подтвердила. Я очень азартный человек. Я очень зарубаюсь на слабо. Все конкурсы, все конкуренции, все соперничества я сразу же ведусь. Просто пипец как. Стоит сказать, а тебе слабо? Ты что, не можешь? Все. Я ушла в зарубу, даже не думая о том, нужно мне это, не нужно. Я просто начала фигачить. И это для меня очень вредно. То есть, открытый эго-центр это мое слабое место. И мне это очень мешает в жизни. Это очень утяжеляет, усложняет мою жизнь. То есть, я поняла, что как только я перестану соревноваться, у меня жизнь очень быстро наладится. Я даже в детстве это замечала. Я занималась акробатикой. Мне нравилось, и все было классно. Я хорошо выступала, и хорошо себя показывала. Но, как только мы приходили на какие-то конкурсы, соревнования, чемпионаты, тут же я начинала лажать. И очень сильно переживать из-за этого, мучиться, и переставала любить акробатику. Блин, да что ж такое? А вот в чем все дело. Если меня попросят Вика, станцуй, я могу станцевать гениально. Если меня попросят Вика, станцуй на конкурсе, я тут же станцую, как полный мешок говна. Потому что просто я понимаю, что меня оценивают, что я должна бороться, я должна конкурировать с кем-то, состязаться. Кто-то будет лучше, кто-то хуже. И вот как только у меня включается это сравнение, все, все мои таланты сразу меркнут. Поэтому мне, чтобы мои таланты свободно и хорошо проявлять, мне нужна атмосфера полного отсутствия конкуренции и соревнований. Как только я это поняла, мне стало легче. И когда Света мне говорит, ты не волевой человек. Я говорю, как это не волевой? Да у меня сила воли, во! Она говорит, возможно. Но тебе нельзя никогда руководствоваться силой воли. Тебе нельзя себя насиловать. Потому что, когда ты себя насилуешь, ты не слышишь сигналы своего тела. Например, там, тело тебе говорит сегодня, полежи, отдохни, поспи, расслабься. А ты, нет, я волевой человек, я пошла, короче, бежать в стометровку. Ну и все, ты не послушала свое тело, и ты просто ушла со своего пути в какие-то дебры, степи, на какой-то путь наибольшего сопротивления. И, ну, ты просто ушла со своего пути. Ты могла бы своих целей достичь легко, а как только ты стала себя что-то заставлять, насиловать, все, ты ушла на сложный путь. Зачем тебе это надо? И также Света сказала, тебе не рекомендуется давать никому обещания. Вот это вот, я обещала, я поклялась, я сделаю, мне это вредно. Мне лучше сказать, слушай, я очень постараюсь, я бы хотела, я попробую. Надеюсь, что у меня получится. Ну, вот это вот, я обещаю, я клянусь. Это не моя тема. И как только я поняла, что мне противопоказано давать обещания, мне тоже стало так легко на душе. Я думаю, действительно, моя жизнь станет намного приятнее, если я никому не буду обещать, а потом переживать из-за того, что подвела. Так что вот дизайн человека, я считаю, это гениальная наука именно с точки зрения разбора наших слабостей или открытых центров. Вот хотя бы ради этого обязательно стоит свой бодиграф составить и понять действительно свои недостатки. А это не недостатки, это просто ваши открытые центры. Просто ваши, так скажем, чувствительные места, когда вы их узнаете и поймете, как их защитить, ваша жизнь станет намного легче. Ну и, конечно, тем, кто не определился со своим призванием, предназначением, вам наверняка будет намного легче после вот такого вот разбора понять, в какую степь вообще идти и двигаться. Так что попробуйте дизайн человека. Канал Светланы и все ее контакты я даю в описании к этому видео. Света очень приятная. То есть вот она очень интеллигентная, она все говорит очень корректно. То есть, понимаете, она мне даже о моих недостатках рассказала так, что мне это очень понравилось. Поэтому вот я к ней рекомендую, да, обращаться на самом деле. Ребятки, я пока не очень уверенно себя чувствую в роли именно влогера. И я не могу пока понять, да, насколько это вообще мое и нравятся ли вам мои влоги. Поэтому, если вы хотите меня поддержать, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал влогов. Ставьте лайк этому видео, чтобы я понимала, снимать ли мне дальше влоги, да, рассказывать ли мне там о своей жизни или стоит ограничиться только своими какими-то там традиционными видео. Мне действительно важно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, поддержите меня. Потому что влоги, блин, это сложно. Я всегда думала, что такой эксгибиционистки, как мне, рассказывать о своей жизни, да, и показывать свою жизнь будет очень легко. А вот нифига. Это чувствую себя немного голой, немного обнаженной, очень уязвимой. Поэтому, если вам нравится видеть меня в нестудийной обстановке, да, в моей там естественной среде обитания, тут под дождем, гуляющей на берегу Волги, рассказывающей о том, что у меня в жизни последнее время приключилось, ставьте мне, пожалуйста, лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Я буду очень-очень-очень рада, если вы меня поддержите. Любите свою жизнь и жизнь обязательно ответит вам взаимностью. Пока-пока.